В 16-м туре предварительного этапа Чемпионата России по гандболу Волгоградская «Динамо» принимала у себя Звенигородскую звезду. С первых минут матча гости стали агрессивно нападать на хозяек площадки, результатом чего стало много ошибок и нарушений правил. На протяжении первой половины игры лидировали москвички. Несмотря на все старания галкипера Маиса Песуа, волгоградкам так и не удавалось склонить чашу весов в свою сторону. Как объяснил главный тренер «Динамо» Виктор Рябых, девушки еще не успели оправиться от недавнего поражения в Ростове, где проиграли два мяча. После Ростова еще не восстановились до конца. Там играли, можно сказать, одним составом. Потому что игра была такая нужная для того, если бы мы там выиграли, мы бы уже за три тура до конца были бы первые. А не получилось. И приходится вот сейчас здесь наверстывать. И как бы не хватает тех положительных эмоций, которые дали бы. Во втором тайме уже раскачались. Уже в начале второй тридцати минутки гандболистки «Динамо» показали свой истинный характер и сравняли счет. А затем и вовсе подарили звезде семь безответных мячей. Вопрос о победе белоголубых сразу отпал. Хотя красным все же удалось немного сократить разрыв, но не больше. В итоге матч закончился со счетом 31-26 в пользу «Динамо» Волгоград. Самыми результативными в этой игре оказались Анна Качетова, реализовавшая восемь мячей, а также Дарья Дмитриева и Полина Видехина. Тем не менее, о победе безоговорочного лидера в чемпионате России говорить еще рано. Очень тяжелая игра будет в Краснодаре предстоит нам 5-го числа. Будем к этой игре готовиться. Несмотря на то, что мы здесь в первом круге выиграли у Кубани очень много мячей, не помню сколько, 15 или что-то такое. Но там будет очень тяжело. Там будет очень тяжело, и в Краснодаре всегда тяжело играется. Очередная домашняя встреча состоится 12 февраля. Матч «Динамо-Ладо» станет завершающим для нашей команды во втором круге. Олеся Швыченко, Олег Буравцев, Денис Орлов. Волгоградское деловое телевидение.